Семья праздновала День Благодарения в доме Сары в Детройте. Когда ее дедушка Джон из Мичигана взял на руки двух своих правнуков, женщина решила запечатлеть трогательный момент и сфотографировала их. Сара опубликовала фотографию в Инстаграм и одна из ее подписчиц, доктор Дженнифер Манкуса, немедленно на нее отреагировала. На лбу пожилого мужчины Дженнифер заметила большую отметину. Доктор Манкуса, когда-то учившаяся с Сарой в старших классах, была сертифицированным дерматологом, поэтому с подозрением отнеслась к пятну. Чтобы убедиться в своих догадках, доктор просмотрела старые фотографии дедушки Сары, отметив, что со временем оно увеличилось. Она предположила, что это может оказаться злокачественной меланомой. Как-то раз, пролистывая ленту Инстаграм, я увидела фотографию дедушки Сары. Я и раньше видела его снимки, но теперь у него на лбу явно была меланома. Я думаю, кто-нибудь даже с минимальными знаниями распознал бы ее. Я просмотрела несколько старых фотографий, после чего стало ясно, она растет, рассказала доктор Манкуса в интервью Today. Об этом она сразу же написала своей старой школьной подруге. Получив сообщение, Сара не на шутку обеспокоилась, поделившись опасениями со своей матерью Линдой Ренеми. Конечно, они знали о пятне, но им однажды сказали, что беспокоиться не о чем. Несколько лет назад мы решили провериться и провели биопсию. Тогда врачи сказали нам, что волноваться не стоит, что это всего лишь возрастное пятно. Они удалили его сухим льдом, оно исчезло, а затем постепенно начало возвращаться, продолжила Сара в интервью Today. Сообщение подруги Сары убедило семью отвезти дедушку в больницу, где вскоре врачи подтвердили у него рак кожи. 91-летний дедушка оказался настоящим бойцом, который уже пережил два сердечных приступа и рак предстательной железы. Поскольку меланома была обнаружена вовремя, она была операбельна. Дедушка благополучно перенес операцию, а затем и пересадку кожи. Выписавшись из больницы, он как раз успел на свадьбу своей внучке. Теперь семья благодарит социальные сети, которые помогли спасти жизнь их любимого дедушки. Мы с мамой несколько раз говорили об этом удивительно, как социальные сети могут работать на благо людей, говорит Сара. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного. Субтитры сделал DimaTorzok